В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! Но в начале выпуска коротко об основных событиях. На московском коксогазовом заводе установлено новое экологическое оборудование. Это только первый шаг, который мы совместно с руководством предприятия, с Министерством экологии и вместе с администрацией делаем для того, чтобы улучшить экологическую составляющую в Ленинском муниципальном районе. Сегодня на чемпионате Европы по мотоболу состоится важнейшая встреча сильнейших соперников сборных России и Германии. Интервью с нашей сборной накануне матча. Немцы, я думаю, в этом году будут делать все для того, чтобы победить. Но мы тоже приехали сюда, не в поддавки играть. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась новая экспозиция, посвященная личности одного из соратников, вождя мирового пролетариата. Мы хотели показать как бы творческую составную личности Николая Ивановича. Московский коксогазовый завод произвел пуск нового газгольдера. На современное экологическое оборудование возлагают большие надежды руководители предприятий, экологи, власти и жители. О том, какую пользу он принесет району и городу, расскажет Екатерина Борисова. На московском коксогазовом заводе новое экологическое оборудование. Сегодня в работу запустили современный газгольдер. На обновление потратили более 117 миллионов рублей. Газгольдер – это большой резервуар для хранения и аккумулирования газа. С его помощью регулируется давление в газовой системе завода, в том числе при поступлении газа в коксовые печи и на ТЭЦ. В технологическом цикле завода очень важен параметр поддержания постоянного давления в газопроводе коксового газа. Этот параметр влияет на работу основного агрегата – коксовой батареи, в котором и образуется этот коксовый газ. Посредством газодувной машины он тянется в газовую сеть завода, а в газовой сети завода держит давление этот аппарат. Газгольдер начали строить еще в 2011 году на фундаменте его предшественника, который работал с момента постройки в 1967 и до конца 90-х. И вот, наконец, сегодня под аплодисменты заводчан была разрезана красная ленточка и запущено новое оборудование. Новый современный газгольдер позволит улучшить экологическую обстановку в районе за счет обеспечения необходимой герметичности оборудования и предотвращения аварийных выбросов в атмосферу вредных веществ. Это только первый шаг, который мы совместно с руководством предприятия, с Министерством экологии и вместе с администрацией делаем для того, чтобы улучшить экологическую составляющую в Ленинском муниципальном районе. У нас создана рабочая группа, на которой участвуют представители Министерства экологии Московской области, администрации Ленинского муниципального района, то есть отделы экологии, а также все надзорные контролирующие органы в составе этой рабочей группы для того, чтобы совместно выработать мероприятие для обеспечения экологической атмосферы. Активным жителям, неравнодушным к проблемам экологии, которые тоже присутствовали на запуске, вручили переносные газовые анализаторы, чтобы общественность тоже могла самостоятельно контролировать качество воздуха. Один из них будет находиться в микрорайоне Купеленко. Мы сорганизуем таким образом, чтобы сформировать экологический отряд из тех жителей, которые в микрорайоне заинтересованы и готовы и днем, и ночью, и утром мерить показания воздуха. Второй аппарат выдали администратору интернет-сообществ, где общаются жители из разных районов Видного, Евгению Суркову. Мы решили поучаствовать в этой программе, чтобы получить возможность определять более конкретно, что является источником загрязнения, чтобы решать эти проблемы. Потому что мне кажется, что сейчас очень много нелегальных выбросов, нелегальных предприятий, которые все сваливают на Москокс. В рамках государственной программы «Экология окружающая среда Подмосковья» и разработанного совместно с Всероссийским обществом охраны природы проекта, кроме пуска газгольдера был проведен ряд мер для улучшения экологической обстановки вокруг завода. Здесь еще большая работа была сделана по переходу на нулевой цикл по сбросу воды, потому что в коллектор теперь не сбрасывается загрязненная вода. Соответственно, коллектор – это тот, который тянулся здесь на 16 километров и угощал ароматами очень большое количество людей. И сейчас в коллектор попадает вода чистая, поэтому все ароматизированные воды сейчас в замкнутом цикле на этом заводе. Также администрация района совместно с контролирующими органами проводит анализ выбросов, которые осуществляют предприятия района. В ближайшее время совместно с Министерством экологии и руководством предприятия планируется оборудовать стационарными постами природоохранные зоны, чтобы в режиме реального времени осуществлять мониторинг экологической обстановки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. Сегодня в чемпионате Европы по мотоболу состоится важная встреча сильных соперников. Две команды в круговом турнире пока не потерпели ни одного поражения – сборные России и Германии. Матч с хозяевами турнира всегда задача сложная. Мы спросили российских спортсменов о том, как они готовятся и о чем думают накануне игры. Сегодня посмотрели матч между Германией и Францией. Конечно, немцы выглядят очень мощно. Команда скоростная, боевитая, техничная очень. Две сильных команды встречались. Преимущество было сегодня на стороне немцев. Домашние стены, публика, зрители, крики. Я думаю, все на их стороне. Мы только что посмотрели предыдущую игру, как они сыграли. Есть над чем подумать, сделать оценку этой игры. То есть выводы из этой игры, как сыграли французы с немцами. Они выглядели, если мое мнение, честно, на пол головы сильнее французов. Они сыграли грамотнее, тактически и все-таки побыстрее, чем делали французы. Исполняли завершение. Завтра, как известно, в Германии будет выходной день. У них будет сумасшедшая поддержка зрительская. Это будет дополнительный игрок, а может быть и два даже на поле. Я думаю, что установку мы получим перед игрой. Наш тренерский состав просматривали эту игру. Я думаю, что-то нам расскажет, скажет. Но мы можем тоже поправить, если что-то не так. Не хотелось бы все показывать. Завтра все, что мы можем. Но придется это делать. Потому что мы будем выбирать полуфинал себе соперника. И хотелось бы сыграть с Голландией, а не с французами. Поэтому завтра будет непростой матч. Будем слушать установки тренера, будем выполнять. Думаю, все получится. Выбрать тактику правильно. Я думаю, что нам не надо с ними делать гонки сильные. Потому что мы им проиграем в гонках. А чуть-чуть их, как сказать, усыпить. Для себя я сделал вывод, что на нашем ребятам нельзя играть в их мотоболку. То есть устраивать с ними гонки, на скоростях. Они в этом за себя чувствуют похлеба в воде. Ребята мы уже прикатались. Я считаю, все в хорошей форме. Я думаю, что удача у нас завтра не отвернется. И будет все хорошо. В защите отыграть грамотно. Не дать им забить ни одного. И, естественно, самим-самим забить. И все. И все получится. Стараться играть более командной игрой, чтобы четыре человека, не как с французами, два блок, два с мячом, этого в таких играх не пройдет. Должны все четыре человека быть задействованы, чтобы мог любой и ударить, и завершить, и открыться, и пас. Будем настраиваться. Надеюсь, мандража не будет. Выступим достойно. Ну и, действительно, завтра мы еще поговорим, как выбрать тактику, как подойти к этой игре, чтобы она сложилась для нас успешно. Вполне такого сильного нет. Будем играть. Будем анализировать игру и стараться победить. Должны доказать мы, что Россия все-таки сильнее команда, чем сборная Германии или та же Франция. С хозяевами турнира всегда сложнее играть. Но немцы, я думаю, в этом году будут делать все для того, чтобы победить. Но мы тоже приехали сюда, не в поддавки играть. В совхозе имени Ленина провели арт-фестиваль, мероприятие, задачей которого было познакомить между собой всех соседей поселка и рассказать об истории поселения его гостям. На праздники побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Начинается со своей малой родины. Для жителей поселка совхоза имени Ленина такое место здесь. На арт-фестивале «Мой совхоз. Моя Россия» каждый желающий мог познакомиться с историей поселения и проникнуться его атмосферой. На площади перед Дворцом культуры собрались местные жители и гости поселения. Массовые мероприятия проходят здесь довольно часто, но подобный фестиваль талантов был организован впервые. Возможно, в будущем его проведение станет традицией, ведь для мероприятия даже был написан собственный гимн. После окончания торжественной части прозвучит сводный хор нашего Дома культуры и хор жителей, которые вместе разучили гимн фестиваля. Он был вывешен на всех подъездах, он был рассосан во всех чатах, и люди готовились к этому фестивалю. Во время торжественной части наградили двух активных жительниц, по чьей инициативе и был проведен фестиваль. А затем прозвучал тот самый гимн, давший старт празднику. Фестиваль талантов было решено организовать, чтобы в дружной обстановке познакомиться всем соседям, а ведь сейчас в поселке проживает около 10 тысяч человек. Наталья Лялина – одна из идейных вдохновителей фестиваля, живет здесь уже 4 года. Когда я сюда первый раз приехала, я почувствовала, что я дома. И так вот я осталась тут, и, конечно, я хочу сделать, что я могу для администрации, для ЗАО «Совхоз». На разных творческих площадках было множество развлечений для детей. Игры, мастер-классы по созданию игрушек и рисования. У нас мастер-класс по таким вот веточкам клубнички. Поскольку у нас сезон клубники, и мы хотим его продлить, мы решили сделать вот такую вот веточку. Взрослые, особенно гости поселения, могли узнать об истории совхоза на выставке, подготовленной местной библиотекой. Библиотека представляет у нас ретро-альбомы, архивные такие. Вот у нас есть фотоальбомы о хозяйстве и становлении совхоза имени Ленина. Как хозяйство, как поселка. Вот, также представлены старые экземпляры книг. Вот, и авторство, вот, например, вот Кузнецова, она рабочая совхоза была. Все пришедшие на фестиваль отметили высокий уровень проведения мероприятий, остались довольны его концепцией и пожелали продолжать традицию подобных встреч с соседями. Очень здорово, мы тут живем в совхозе, в 20-м доме. Тут всегда у нас очень много всяких мероприятий проводится. Праздник замечательный, потому что хорошая атмосфера, доброжелательные люди. Очень хорошо, да, здесь в совхозе, значит, все мероприятия здесь проходят на высшем уровне. Барабанщики понравились, весело, здорово выступали. На сцене на протяжении всего фестиваля выступали творческие коллективы поселения. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки Ленинский открылась новая экспозиция, посвященная личности одного из соратников, вождя мирового пролетариата. На выставке, получившей название «Неизвестный Бухарин», наша съемочная группа побывала одной из первых. Николай Иванович Бухарин больше известен как профессиональный революционер, ученый и политический деятель большевистской партии и советского государства. Кандидат исторических наук Галина Алексеевна Наумова показывает, каким же он на самом деле был, неизвестный Бухарин. Мы хотели показать как бы творческую составную личности Николая Ивановича, о которой мало знают, что показать его рисунки, что достаточно профессионально он рисовал, у него интересные портреты, и у нас даже здесь представлены живописные работы Николая Ивановича. Как выясняется, у Бухарина есть не только теоретические работы, связанные с историей и построением социалистического общества, но и сборник стихов, написанные, кстати говоря, в тюрьме. На этой выставке их можно услышать. В кровопролитных войнах уж не раз могучие сгорали поколения, и через эпохи донеслись до нас пожарящий гарь и запах тления. Основной часть экспозиции составляют рисунки. На них без труда угадываются первые лица молодого советского государства, а экскурсовод открывает интересные подробности их жизни. Даже Сталин сам тоже принимал участие в этих зарисовках и рисовал шаржики. И причем это все проходило во время заседаний, и политбюро во время заседаний съездов и так далее. Даже была такая игра. Кто-то начинал рисовать, и потом другие продолжали. Выставка небольшая, как по площади, так и по наполнению. Здесь представлено порядка 30 экспонатов, но организовать ее оказалось нелегкой задачей. Первая идея посмотреть на Николая Бухарина немножко по-другому. Не на как политического деятеля, а как на человека, творческого человека, появилась года два назад. По разным причинам откладывалась работа. Плюс потребовалась достаточно большая работа в архиве и в РГАСПе, в Российском государственном архиве политической истории. В итоге все-таки мы создали вот эту небольшую камерную, но на мой взгляд, очень интересную выставку. Особую ценность экспозиции придает то, что здесь помимо копий рисунков собраны подлинные вещи Николая Бухарина. Например, стол и печатная машинка, за которыми он работал. Вот этот сервиз выполнен на Украине городецкой фарфоровой фабрике. Здесь инициалы НБ, вы можете видеть, Николай Бухарин. Также здесь есть и одна из живописных работ Николая Ивановича. Глубины этой в целом забавной выставки добавляют фотографии двух документов. Первый – это судебный отчет по делу антисоветского право-троцкийского блока. И второй – приговор военной коллегии Верховного суда СССР. В списке приговоренных к высшей мере наказания, расстрелу, имя Бухарина находится на первом месте. Между этими документами шутливая фотография Иосифа Сталина. Благодаря художнику выставки Сергею Чистову, экспозиция превратилась в арт-объект, стала своеобразным философским манифестом, с неожиданной позицией, открывающим людей, которые творят историю. Шутки Иосифа Васильевича, они оказались более жесткие и более жестокие. Ну, в частности, вот на этой фотографии. Он вроде бы шутит, показывает шутливый жест, но выше выведен текст, и текст страшный. Это текст, подпись его на расстрельном списке. То есть там написано «Всех расстрелять!» 138 человек Сталина Молотов. Вот таким образом в нашей истории какие-то простые человеческие шутки трансформируются в жестокие страшные вещи. Выставка, открытая в Южном флигеле, музея-усадьбы Горьки-Ленинские, будет работать до сентября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Внимание жителей Ленинского района. 21 июня 2019 года с 11 до 13 часов Межрайонная федеральная налоговая служба проводит прямую линию по телефонному информированию налогоплательщиков. Все желающие могут позвонить по телефону начальнику, заместителю начальника инспекции и задать вопросы по налогу на профессиональный доход, введенному на территории региона с 1 января 2019 года. Звоните по телефону 8 495 541 05 31. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 21 июня, начиная с самого утра и до позднего вечера небо будет покрыто облаками. Без осадков температура плюс 29 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова